Слава Украине! Привет всем от Полонского! Сейчас в Санкт-Петербурге проходит некий экономический форум, ну, смеха экономическая, я бы сказал так, учитывая состав публики, которая там присутствует, экономика там речь не идет, там просто попытка, знаете, спасти вот этот вот изгойский фейс Путина, когда он является абсолютным изгоем, совершенно нерукопожатым, таким, знаете, всемирным паре, и ему надо показать, что хоть кто-нибудь с ним поручкался, вот, для этого он прислал туда то ли двойника, то ли тройника своего, и этот двойник-тройник там бегает, что-то там шепчет, глупости говорит. Речь не о глупостях, которые несет двойник Путина. Да, значит, смотрите, они сделали там некую такую инсталляцию, если можно так выразиться, да, инсталляцию из трех флагов, значит, прицепили на гигантских таких флагштогах, ну, я не знаю, гигантомания такая у них, сумасшедшая абсолютно, стометровые там, или еще большие флагштоки, они прицепили три флага, один это Российская империя, именно царский флаг, значит, бело-желто-черный, второй это флаг Савка, красный, понятное дело, и третий Власовский флаг, флаг современной России, Аквафреш. И они считают, ну, с их вот не очень здоровой точки зрения, они считают, что они показали преемственность поколений. Давайте разберемся, что же они на самом деле показали. Смотрите, дело в том, что царский режим и империя российская была свергнута, рассыпана и раздроблена именно вторым флагом, большевистским, да, вот этим вот красным кровавым флагом большевиков. Царь был убит, семья полностью его, включая малолетних детей, была убита. При любом отношении к царям дети такого не заслуживали, да и самого царя никто не судил, его просто расстреляли, причем расстреляли не только же детей и царя, они еще убили и, по-моему, медсестру, и няню, и они всех перебили там. То есть вот представьте себе уровень кровавости вот этой банды, да, этой коммунистической, дорвавшейся до власти. У меня нет ни малейшего, да, там, почтения к царям, но то, что эти сделали с этими, ну, они их просто, ну, убили всех, да, и все. Вдумайтесь, да, это же... Значит, получается, что большевики, придя к власти, развалили империю. Значит, ушла тогда Польша, ушла тогда Финляндия. К сожалению, Украине не удалось уйти, но тем не менее, значит, был определенный развал и полный, значит, погром царской вот этой вертикали власти, потому что убиты были, перебита была вся интеллигенция, все офицеры то ли, значит, сбежали, то ли, значит, были убиты, опять-таки. То есть полнейшая кровавая вахканалия какого-то жутчайшего типа в таком, знаете, стиле красных хмеров, ну, которые, правда, позже появились. Вот, и страна в результате дошла до ручки, до голода неоднократно, да, там, был голод в 21-22 году, потом 32-33 год, потом, значит, голод 47-го года. Ну, вот, то есть, вот, представьте себе, да, вот такие этапы большого пути, значит, один флаг уничтожил другой флаг, потом красный флаг, вот этот кроваво-красный флаг, под которым убивали людей во всех точках мира, который создал самое бандитское государство, тоже, которое называлось Советский Союз, ну, и что потом? Оно точно так же рухнуло и рассыпалось, как первое государство, только если первое государство от него отлетело два куска, то второе вообще в дрызг разлетелось, это вот краснопузое государство разлетелось на 15 кусков. И потом, значит, Власовский Аквафреш, как, значит, вот наследник вот этих двух. Так я хочу спросить, вот эта вот Власовская Россия сегодняшняя, да, с Аквафрешем, она будет валиться теперь на, тогда было три куска, потом, значит, получается еще 15 кусков, она будет валиться на 18 кусков, или все-таки 15 надо умножить на 3 и получим 45 кусков. По-моему, вот это будет более такое, знаете, реальное число. И вот именно вот такая вот последовательность проглядывается в этом всем деле. Эти не очень умные люди, которые вот это прицепили, они, конечно, имели в виду совершенно другое. Но то, что они имели в виду, это не имеется в виду, а имеется в виду то, что было на самом деле. Красный флаг уничтожил царизм, тот потом развалил вот это, они вместе потом, вот такой, знаете, жабогадюкин, сплетутся все вместе и выстрелят, знаете, как, как, я не знаю, как жаба, которую надули в тысячу атмосфер. И будет такой бэ-бэх, и ничего не останется от них. Вот это то, что будет в результате вот такого вот скрещивания жабы, гадюки и царской России. Редактор субтитров А.Семкин